Ну как так-то вообще? 100 слоев, как мы любим, да? Я поняла вас. Что-нибудь еще за кафе не так? Не пожалели угря, да? Вы знаете, кстати, как растет васаби? Всем привет, дорогие друзья! Я уже за пакетиками. Сегодня обзор еще у нас на ресторан Менза. Давно хотел, давно вы просили протестировать Менза кафе. И вы знаете, после последнего обзора мне нужна какая-то пилюля качества. И вот надежда на Менза кафе у меня есть. Из недостатков. Время доставки, ребят, с момента заказа. Час 43. После того, как оператор мне перезвонил, а перезвонил мне оператор спустя минут 20, мне сказали, что доставка будет 80 минут. Я согласился. В принципе, обеденное время, все это прекрасно понимаю. 1 час 43. Многовато. Что касается самого заказа. Я буду выглядывать вот отсюда, чтобы вам рассказать. Стоит наш заказ 3340 рублей. Я заказал пиццу. Кстати, о пицце. Знаете, как она ехала в сумке у курьера? Вот как вы думаете, возят пиццу? Вот так вот она ехала в сумке у курьера. Я не знаю, чем она там закреплена. Какими кронштейнами, растяжками. Ну, в общем, посмотрим, съехала она на самом деле или нет. Мы заказали бургер Биф Ромен. Привет Сидельникову, который готовит все из Дошика и прочего. Тут что-то типа такое тоже. Бургер из Доширака. Пиццу. Заказали несколько роллов. Три ролла, кстати, учитывая, что у нас заказ на 3 тысячи. Три ролла мне в подарок. Я выбрал. Там есть ограничения определенные до какой-то суммы. То есть сверхдорогие роллы нельзя заказать в подарок. Ну, это понятно. Я дополнительно заказал роллы, которые мне стоили ровно 0 рублей. Что приятно, я заказал лимонад Тархун. Сразу лайк Мензи за то, что у них есть лимонады. То есть вот это, я говорю, если в доставке есть, всегда круто. Всегда радует. Свой фирменный лимонадик. Лимонад Тархун Маракуйя. Судя по цвету, тут, конечно, больше Маракуйя, чем Тархуна. Ну, посмотрим. Тархун главное, чтобы аромат был. Мензи вообще себя позиционирует как европейско-китайско-японское. Бла-бла-бла-бла. Все подряд, короче, кафе. Вот. Из китайского я что нашел? Битые огурцы. Это отсылка к китайскому китайской кухне. В общем, я их тоже заказал. Посмотрим. Ну и все. В общем, у нас роллы, пицца и что-то там, супчик и так далее. Давайте смотреть. Все запечатано вот в такие бумажные пакеты. Внутри они, очевидно, фольгированы. Это позволяет сохранить тепло, как вы понимаете. Физика? Обалдеть. Смотрите, пицца запечатана еще, видите, да, как? Еще в бумагу. И вот судя по жирным пятнам, которые здесь на коробке, вот так вот возить пиццу не стоило. Мне еще, кстати, перезвонили. Хотя я на сайте отметил смс-ка, меня уведомить, мне не нужен был звонок, в принципе, что. Мне перезвонили, извинились за это, сказали, ну, учитывая, что вы пиццу заказали, вы можете заказать еще какой-нибудь соус к пицце, оливковое масло точнее. Можно выбрать чесночное, можно выбрать с красным перцем, я выбрал с красным перцем. Вот она пицца. Здесь у нас вилки-ложки, тут салат Цезарь, тут битые огурцы, те самые, о которых я говорил. Пахнет достойно, пахнет приятно. Спасибо, Менза, за запах на моей кухне. Так, давайте посмотрим температуру. Ну, вообще горячая. Серьезно, я не могу сказать, что тут что-то доехало какое-то теплое, то есть сквозь пакеты чувствуется горячее. Давайте, наверное, проверим температуру как раз по пицце, да, раз уж она вот так у нас 10 раз запечатана, тут коробка в коробке. Заодно и посмотрим основную интригу, в каком виде эта пицца там находится. Ну, вот, ребят, вот так вот приехала мне пицца. Ну, как так-то вообще, блин, Менза-кафе. Блин, это дикий зашквар, вот явно это неплохая пицца. Сколько? 35-40 градусов ловит, более-менее. Часть вот соусов, часть начинки уже на коробке. Это ужас какой-то. Серьезно, Менза. Пистонов курьеру дайте или дайте им сумки какие-то дополнительные. Я сейчас позвоню в Мензу, попрошу заменить пиццу, привезти мне ее в нормальном виде. Я надеюсь, это не вызовет вопросов. Добрый день, оператор Лариса, слушаю вас. Ларис, добрый день. Здравствуйте. У меня тут проблемка с заказом, мне привезли только что заказ, где была пицца. По какому адресу? Виталий? Да, да. Так, слушаю вас. Проблема у меня в том, что курьер мне пиццу достал, он ее вез вертикально почему-то в своей сумке, а не горизонтально. И у меня, соответственно, вся пицца стекла к одной стороне коробки и превратилась в месиво. Я поняла вас. Что-нибудь еще в заказе не так? Пока нет. Пока вот первое, что бросилось в глаза, расстроило немножко, да. Хорошо, я сейчас передам проблему в ресторан, и они в ближайшее время, я думаю, через минуты три с вами свяжутся. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Да, спасибо. До свидания. Всего доброго. В общем, вот достаточно адекватная реакция, мы попробуем все это решить. Ну, пускай решает, но согласитесь, да. Хотя многие будут говорить, что я сам сейчас перевернул, когда вам показывал. Ребята, я вам клянусь, вот так вот он ее достал, вот так перевернул, найдем вам пиццу. Дальше у нас еще какие-то димсамчики. К каждому димсаму полагается аж два соуса. Макайте в какой хотите. Запечатано, ну, предельно приятно. Серьезно, вот так, как я бы сам для себя бы запечатал. Это супчик. Вы с нами? Да. Вас беспокоит Капа Менза, Зичукинская. Здрасте. Меня зовут Евгения. У вас там пиццы, правда, что случилось? Да, 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 да. Вы с нами везли? Курьер мне ее вертикально привез, и она вся свалялась. Ну, давайте мы вам переделаем, и как тут будет возможность, он вернется, я вам его отправлю опять. Ну, давайте, да, желательно. Новые пиццы. Да, мы ту вам возвращаем, с той пиццей что делать? Да ничего, не надо возвращаться. У нас, в общем, будет две пиццы. Одна комком, одна нормальная, да? Ну, надеемся, да, а вторую привезем, нормально. Хорошо, все, спасибо, да. Да не за что, спасибо, до свидания. До свидания. Ну, вот, вот так вот надо разруливать, ребята. Вот, все, проблему сказали, проблему решили. Привезем вторую пиццу, и эту еще, пожалуйста, тоже ешьте. Мензо-кафе, лайк, несмотря на дизлайк, тут лайк, и более-менее все разрулили. Главное, довезите. А вам, вот, Мосгорпицца, из прошлого обзора, после которого мне нужна пилюля качества, вот как надо работать, ребята. Три минуты, реально. Вот она мне перезвонила через где-то две минуты после того звонка, и вопрос решили. А я еще тут пока распаковывал масло пролил с перцем. Кстати, ароматное, реально красный перец, здорово. Ну что, в целом, вот так вот богато, но и недешево. То есть, здесь где-то, на первый взгляд, наверное, килограмма полтора еды, но не больше, полтора может быть ближе к двум. Стоит это 3300, соответственно, средняя цена на продукцию Мензо, это больше 100 рублей за 100 грамм. Для хорошего ресторана это нормальная цена, то есть 200 рублей за 100 граммов, это дорого, но это нормально для ресторана. Начнем мы, пожалуй, с этой многострадальной пиццы, пицца барбекю. Сразу скажу, что тесто хорошее и, похоже, выпечено, причем на дровах, в дровяной печи. Вот здесь такие специфические, знаете, подшкварочки такие, да, ну, запеченности, свойственные каменному дну, да. То есть, возможно, даже не в форме ее выпекали, а прямо-прямо в печке. Могу ошибаться? Забыл взвесить. Ну ладно, по-моему, полкилограмма она должна весить, ну, остальное, значит, будем взвешивать. Круто! Очень достойная, вкусная пицца с очень вкусным тестом, блин, что важно. Достаточно соуса, то есть, она сочная, достаточно начинки, то есть, она сытная. Сыр хороший, сыр чувствуется. Здорово! Вы знаете, даже пицца такого уровня недоставок, ну, там, типа Папа Джонс, а уровня ресторана, какой-нибудь даже итальянского, здорово. Я ей поставлю прям 5 баллов смело за вкус. Но за внешний вид, конечно. Уберем, достанем весы и посмотрим все остальное уже с весами. Ну, пока пицца радует. А продолжим мы, пожалуй, напиточком. Сейчас я взболтаю. Это у нас менза, значит, лимонад, тархун, маракуйя, 1000 миллилитров. Литр, другими словами, да? Он прохладный. Он даже слегка газированный. Запах, запах божественный, правда. И маракуйя, и эстрагон чувствуется. Ммм, ну, давайте, ваше здоровье. Такой мелкогазированный, знаете, не с крупными газиками, как вот где-нибудь в пепсе. Такой мелкогазированный, слегка щипучий такой лимонадик с очень насыщенным вкусом. Честно скажу, эстрагон в запахе чувствуется, во вкусе больше, конечно, маракуйя. Но сочетание обалденное по сладости. Прям вот, прям советую брать эти лимонады. Они стоят безумных денег абсолютно. 400 рублей, 397 рублей. Но это вкуснятина. Офигеть, налью себе еще. Давайте потихоньку переходить к пробованию роллов. Начнем, наверное, с подарочных. Хоть дареному коню в зубы не смотрят, но мы смотрим в зубы всему. И даже дареному коню. Вот они, ролльчики. Это темпура ролл кайсен. Здесь внутри снежный краб. Это темпура, это теплый ролл. И он уже, конечно, не теплый. Потому что я не самый быстрый обзорщик в мире. Стоит такой ролл 247 рублей. Весить он должен 180 граммов. А весит он 140. Вот они, ребята, подарочные роллы. У меня сегодня на самом деле очень неудачный день с точки зрения вот сявканья об соуса. Я весь день что-то пачкаюсь как-то. Самура, иди сюда. Блин, сколько ж тут? 100 слоев, как мы любим, да? Или тренд уже прошел, ребята, не знаю, а? 100 слоев чего-то там еще актуально на ютубчике или уже нет? Естественно, я добавлю васаби. Я люблю соевый соус вместе с васаби. Вы как хотите. Вы знаете, кстати, как растет васаби? Вот все думают, что это хрен там обычный. Нет, ребята? Ну, это хрен, конечно. Конечно, японский хрен, так у нас принято считать. А растет он, вы знаете, в очень влажной такой истории, с определенной температурой. Очень капризное растение. Вот. Ее сажают в гальку. То есть, он не в земле растет, а в гальке. И там в этой гальке образуется вот этот вот корень, который... Из которого потом и натирают васаби. Не на терке, а натирают на вот правильные шеф-повара. Такие умелые, знаете. Они натирают васаби на шкуре акулы. Вот даже такой есть. Да, свежий прям корень. И пошел. Ладно, пробуем. Пробуем темпуру. 240 рублей она стоит, если вам не в подарок, если покупать. 6 штучек тут. Абсолютно качественный ролл. Он небольшой. Он не сверх какой-то там. Но в этом ролле есть краб. Не крабовые палочки. А настоящий краб. Вот он прям, я его вижу. Кусочек такой. Вкусный ролл. Серьезно. Теплые роллы не особо люблю, но вот этот вкусный. В среднем я поставлю четверочку. Ну, потому что могло быть больше этого ролла, правильно? Маловатенько за свои-то деньги. Следующий ролл, который нам подарили, это темпура ролл кимчи с курицей. Достаточно большой ролл, видно, да? Сейчас мы взвесим его и попробуем. То есть тут рыбы нет, это куриный ролл. Стоит такой ролл 237 рублей, а весить он должен 206 граммов. Смотрим. 195. Ну, с недовесами тут, конечно, нехорошо. Вешаем, между прочим, в упаковках. Не как бы там, да? Даже с упаковками недовесы. Достаточно крупные. Курица, вообще не верю я в такие роллы. Сливочный сыр. Болгарский перец даже туда добавлен. И огурец. Слушайте, на удивление, это очень вкусный ролл. Серьезно, я думал, это будет такая сухая унылость. Нет. Очень яркий вкус, в том числе у курицы. Вот в этом всей начинке. Ну и понятно, что он хрустит, это тоже хорошо. Прям реально, да. Немножко даже какой-то полукопченый такой вкус. Сейчас я посмотрю. Да, копченая курица. Вот она. Яркий. Этот ролл очень яркий по вкусу. И мне понравилось. На удивление. Не ожидал от него. Стоит ли покупать за 237 рублей? Да, пожалуй, за 237 рублей. Это очень даже неплохо. Единственное, что хотелось бы довешивать. Следующий, это тоже подарочный ролл, который у нас находится в общем сете с покупными роллами. Это вот этот черный ролл. Внутри этого ролла должна быть креветка темпура. То есть поджаренная во фритюре и в кляре креветка. По весу этого ролла небольшие амбиции. 148 граммов должен весить. Посмотрим, сколько же на самом деле. И выкладываем. Ну более-менее, более-менее. Небольшой на этот раз недовес и даже без упаковки. Мы обнулили тару на весах. Пропорций достаточно немало. Они кладут сыром. А сыр это всегда хорошо. Но роллы все-таки маленькие. За свои-то деньги. Такая штука стоила бы для вас 267 рублей. Небольшая цена. Ну вот здесь болгарский перец портит немножко вкус. Но это вкусные роллы с хорошей пропорцией по вкусу. То есть по содержанию риса и начинки хорошо. То есть ты чувствуешь немного риса как основы. И в основном ты чувствуешь начинку. Качественно сделанные роллы ресторанного уровня, ну и ресторанного размера. По чуть-чуть, но качественно. Решать вам. Мне этот ролл в принципе понравился. Я бы ему четверку поставил. Но болгарский перец лишний. Мое мнение. Прежде чем мы перейдем как бы к оплаченным роллам. Я естественно запью до ним. Прекраснейшим лимонадом. Прям вот 10 из 5. Лимонад вкуснейший. Я хочу попробовать вот этот биф рамен. То есть это булочки из лапши рамен с говяжьей котлетой с овощами, сыром и соусом. Очень любопытная штучка. Интересный формат подачи. Стоит такой небольшой бургер 287 рублей. Весить он должен 222 грамма. Не до вес. Ребята, вот нравится вкус, но не нравится то, что опять мне не докладывают. Тигру не докладывают в мясо. Вот у меня такие ощущения. 60 граммов, да, нам не довесили получается. Но это дофигища, учитывая, что он и так-то небольшой. Ладно, попробуем. Честно скажу, что это не настолько фриково по вкусу, насколько может показаться. Бургер с булочками из лапши сделанную, это вполне съедобная штука. Вы знаете, и соус вкусный, и маринованные огурчики, и котлета в принципе не отвратительно абсолютно. То есть это достаточно вкусная штучка, но я бы ее покупать не советовал, конечно. Если хотите бургер, ребята, не надо извращения. Нужны пшеничные бургеры с хорошими мягкими булочками. Тут такая булочка из лапши, она достаточно плотная. Как бы не отвратительно это есть, но немножко странно. Но вкусно. Вот так вот бывает же одновременно. Диссонансик. Блин, что же они с недовесами, да? Вот прям серьезно расстраивают меня. Давайте попробуем гунканы. Гунканы это вот такие маленькие суши. Граммов по 30 они. Я не буду искать сколько они весят, но видно, что они небольшие. То есть тут как бы вся фишка в том, что должно быть риса, должно быть достаточно много соуса, тогда это будет вкусно. Я заказал с крабом, я заказал с угрём. Мне не хватило в меню мензе, что нету с гребешком. Мне очень нравятся вот такие гунканчики с гребешком. Это должны быть острые роллы, но я дополнительно все равно их макаю, естественно, в васаби. Шикарно. Шикарные гунканы. Даже рис, мне кажется, из какой-то другой партии, он более разваливающийся такой. То есть я его положил в рот, и он прям оп, разошелся внутри меня. Очень вкусно. Начинки достаточно, чтобы ее почувствовать. И не надо больше, вы знаете, тут прям вот такая гармония, когда не надо больше. Положено столько, сколько надо. Следующий у нас не с крабом, я оговорился, а с креветкой. Стоит 79 рублей с креветкой и 97 рублей с угрём. Очень вкусно. Это гунканы на пятерку. Учитывая, что я их люблю и я их ел достаточно много, могу говорить, что это твердая пять. По цене, конечно, с угрём дороговато. Сотка рублей вот за один ролл. Ну, не факт, что это дешево. Но, тем не менее, это действительно качество. Блин, пока, пока меня мензо радует качеством и стабильностью. Ладно. Что у нас следующее? Ну, давайте, что ли, вот, битые огурцы, да? Вы, наверное, многие ждёте. Что же за битые огурцы? Вообще, это такая штучка с перчиком остренькая, с уксусом, должна быть, знаете. И немножко с маслом этим самым, кунжутным, да. Чтобы блестели. Битые огурцы стоят нифига не дёшево. Сто девяносто девять рублей. Я вам скажу, это дохрена дорого для огурцов. Потому что тут ничего такого сверхъестественного в этом блюде нет. Я готовил битые огурцы у себя на канале ещё в самом начале. Ссылочку, может быть, оставлю в описании, но я, скорее всего, забуду. Если кому-то надо, напишите, я вам дам ссылку. Реально ничего такого. Уксус, соевый соус, какие-то там перчики небольшие и всё. Всё, 155 граммов должно весить. И опять недовесы, 139 граммов. Да что такое, а? Ну ладно, давайте попробуем. Ну реально, в каждом блюде недовесы. Это какая-то закономерность. Это очень вкусная диетическая тема. Приготовить дома никаких проблем не будет. Серьёзно, это не то, за что можно брать 200 рублей. У них хорошие битые огурцы. Другой вопрос, что... Во-первых, они недостаточно битые, как по мне. Потому что фишка битых огурцов в том, что они как губка становятся. То есть в них очень проникает вот всё, что вокруг них. То есть вот эта заправочка уксусная. А тут же огурцы так, слегка, знаете, отшлёпаны. Более-менее хорошо, но денег своих абсолютно не стоит. Вкус интересный. Если хотите попробовать, пожалуй, можно заказать, чтобы понимать, как вот примерно это должно выглядеть по вкусу. Ну, проще приготовить дома. Следующее блюдо, которое меня интересует, это димсамы. Это вот такие маленькие пельмешки. У меня зелёные и чёрные, с разной начинкой. Стоят очень дорого. Вот 200 рублей стоят две вот такие штучки, да, чёрненькие, например. Это димсам с креветкой и водным каким-то каштаном. Видимо, в начинке. И плюс два соуса димсам разного, разные по вкусу. Весить это должно 49 граммов. Давайте посмотрим. Я прям руками перенесу. 37. Даже в димсамах не довесили. Блин. А вот эти зелёненькие. 41 грамм. Ладно, давайте пробовать и те, и другие. Здесь у нас два соуса. Один какой-то вообще без запаха особенного, ярко выраженного. А второй на базе соевого соуса. Первые у нас это чёрненькие пойдут. Вот они. Это с креветкой и каштаном. Офигеть. Очень необычный вкус. Каштан из креветки сделал по вкусу мясо краба. Наверное, вот так вот можно объяснить. Необычно. И зелёненькое. Зелёненькие это димсам с бараниной в 13 специях и бобами лао ганма. Вне всяких сомнений, я не смогу это всё ощутить. Но попробую. На этот раз я макаю вот в жёлтенький какой-то соус. И куда-то вот делся вкус баранины, ребята. Есть у меня почему-то чёткие подозрения. А, нет. Стоп. Начал наезжать и почувствовал вкус баранины. Всё нормалёк. Есть баранина, но вкус такой очень неяркий. Видимо, хорошую свежую баранину используют. Мне всё-таки нравится в баранине именно вот эта фишка вкусовая. Тут она спрятана за 13 специями. И вот и бобами лао ганма. Не знаю, что за бобы, естественно. Профессиональные повара, наверное, знают, а я не в курсе. В общем, заказывать димсамы по итогам не стоит абсолютно. Во-первых, не стоит своих денег. Во-вторых, вкусовых каких-то восторгов особых я не испытываю. Мы перейдём наконец-то к роллам, за которые я заплатил. У нас это остались роллы Филадельфия. Небольшие, но обёрнуты все рыбой. И роллы с угрём. Ролл Дракон, кажется, называется. И действительно, и действительно ведь тут не пожалели угря. Тут последний кусочек угря с хвостиком. Вот он. Филадельфия, например, стоит 397 рублей. Это очень дорого. Потому что весить она должна 190 граммов. То есть 200 рублей за 100 граммов ролла. Итак, весы обнулены. Давайте перекладывать в Филадельфию. 187 граммов. Количество начинки вы видите какое, да? Количество рыбы вы тоже видите. Не сказать, что она порезана сверхтонко. То есть вот есть и тоненькие кусочки, есть достаточно толстые куски рыбы. Вполне достойно. И по весу, видите? Всё нормально. Когда это не подарочный ролл, то всё хорошо. Внутри ролла ещё тут добавлена икорка Масага чёрненькая. В целом изысканно. Рыба свежайшая. Вкус лосося великолепно чувствуется. То есть это не какая-то перемороженная рыба, которая там 10 раз замораживалась. Это очень вкусный ролл. Ну, зараза, конечно, дорогой. Вот всё по всему обзору красной линии следует, что это дорого, но вкусно. И к роллам это отношение имеет прямое. Вкусные роллы, но дорогие. И казалось бы, да? Придерись ты к количеству начинки. Я ел роллы, где гораздо больше начинки. Они прекрасные. Они вкусные тоже роллы. Но здесь претензий к вкусу нет. Несмотря на небольшое количество начинки, тут и небольшое количество риса. То есть из-за этого складывается гармония вкуса. Здесь гармония вкуса есть. Но мало. И дорого. Но вкусно. Блин, и вот разрывает. Серьёзно. Разрывает меня это. В общем, по вкусу я этим роллам ставлю смело 5. С небольшим минусом, может быть. Может быть где-то чё-то я пробовал лучше. Но это очень классные ресторанные роллы. Последний ролл на сегодня. У нас ещё есть еда, но ролл последний. Это ролл дракон. Должен весить 210 граммов. 243 с учётом упаковки. И вот вы видите, насколько тут не пожалели угря, да? Вот какой кусок. Вот какой кусок. Вы посмотрите, толстенный. В общем и целом, вот этот ролл, наверное, самый такой, знаете, богатый внешне. То есть он выглядит прям вот действительно круто. Я такого толстого угря на ролле не видел, ну, пожалуй, никогда. При этом, опять-таки, мы говорим про маленькие роллы. Это достаточно компактненько всё. И не до веса нет. Здорово. Классно по вкусу, но мне понравились меньше, чем Филадельфия. И причём он мне понравился меньше как раз из-за того, что здесь такой толстый кусок угря. Когда тоненько нарезанный угорёчек, там ещё попадаются хрустиночки такие, знаете. А тут это просто мягкий копчёный угорь. Причём слабо копчёный, потому что копчёного вкуса не чувствуется. Нет, надо отдать должное, конечно, вот за такие шматки угря. Попробую я отдельно рыбку. Очень мягкий и нежный угорь. Мне как раз это не нравится, потому что я люблю угря за его определённую плотность. Брать бы не стал себя. Филадельфию я бы здесь взял. Конечно, с большим удовольствием я бы взял у ребят. Отличные суши на Ленинском. Там, где огромное количество начинки. Роллы действительно гигантские. Вкуснейшие и дешевле стоят. Но если бы я оказался в Мензе, я бы Филадельфию себе заказал, с удовольствием бы поел. С угрём, пожалуй, нет. Поставлю троечку. У нас цезарь с курицей и ещё супчик остался. Давайте супчик на потом, а цезарёчек на сейчас. Да ладно. Какой-то неплохой пармезан. Не пармезан, а риджано, но похоже такое уругвайский какой-то. Или аргентина. Здорово. Это приятно. Цезарь стоит 327 рублей. Дофигища. Вообще, цезарь не стоит никогда своих денег. Весить он должен всего лишь 142 грамма. Весит 134. Ну, поверьте мне на слово. А, плюс соус. То есть, итогу получается даже больше, да, чем положено. Соус трушный. Настоящий запах анчоусов. Всё, я почувствовал. Салат в перемешку. Тут и айсберг, и салат романо или ромэн. Перепелиные яички тут есть. Не хватает помидорок, как по мне. Помидорки всегда в салате хорошо. Вместо хлеба использованы вот такие какие-то прозрачные лепёшки. Спорная фигня. Не дизлайк, конечно, но лучше просто сухарики. Недостаточно насыщенный вкус у соуса. Он жиденький. Это говорит о том, что они его готовили не из какого-то майонеза. Хотя, Цезарь, это и есть майонез, по сути, со специями. Но они готовили это у себя в ресторане. Подготавливали этот соус. Недостаточно кислый. Недостаточно солёный. Недостаточно анчоусный. Соусу я ставлю лайк за то, что он, в принципе, Цезарь. Там есть анчоусы, это очевидно. Но ставлю ему дизлайк за то, что недостаточно классный соус сделали. Товарищи из Мензы, давайте. У вас вся еда вкусная, а соус Цезарь очень посредственный. Так что доделывайте. Этому Цезарю не могу сказать прям совсем как бы поставить дизлайк. Хороший, качественный салат с неплохой курочкой, но с недостаточно хорошим соусом. Своих денег не стоит. Брать не советую. Последний это у нас китайский куриный суп. Вот в такой вот баночке все доехало не пролилось. Это радует. Это куриный суп, который стоит 207 рублей. Сергей, танцовка к вам. Да-да-да, это они же, спасибо. Сейчас мне привезли эту пиццу многострадальную. Все равно, понимаете, вот у него, у курьера проблемы, у него узенькая очень сумка, чтобы эти боксы возить. На пиццу не рассчитано. И поэтому даже сейчас у него, конечно, не совсем вот так вот пицца была, а под небольшим углом. Не буду вам показывать. Но тут в любом случае, конечно, то, что они извинились и привезли вторую пиццу, несмотря на то, в каком она состоянии сейчас будет, по-любому реабилитировала, конечно, реабилитировала. Но, господа из Мензы, ну все-таки, ну купите вы вашим курьерам сумки нормальные. Ну что вы! Или пускай несут в руке как-то, да? Так, ну что? Барабанная дробь. Да! Да, эта пицца приехала целая! Менза, красавчики! Реабилитировались. Ну правда молодцы. Все, все нормально. Никаких претензий. Возвращаемся к супу. 424 грамма. 449. По супу не сэкономили. Интересно, а есть ли какая-то специальная ложка для поедания супа? Да, посмотрите, и ложечку дали. Все хорошо. Суп лапша, нарезанная вот такими большими пластами. Курочка, омлет нарезанный как лапша. Запах достаточно обычный. Обычный куриный супчик. Ну давайте попробуем. Я сначала хочу попробовать бульон. Какой-то привкус такой у бульона, вы знаете, нестандартный немножко. То есть я чувствую курицу и чувствую еще какой-то вкус. Видимо, какая-то трава. Шпинат! Вот, 100%. Тут есть шпинат и вот этот привкус шпината. Видимо он, да. Видимо он. Но это не точно вообще. Так, давайте курочку попробуем. Курица, честно скажу, резиновая. Прям такая, которую сейчас придется мне долго жевать и вырезать этот кадр. Она мягкая, но очень резиновая. Такая немножко переваренная курица, знаете, бывает. Но это хорошая лапшичка, хороший супчик. Очень нежный, не пересоленый, не переперченный. Никакой не острый ни разу. Просто такой нейтральненький, вкусный. С привкусом курицы, естественно. С привкусом шпинатика. Сладенький немного, благодаря моркови. Хороший супчик, добротный. Денег он стоит 207 рублей. Поэтому за 207 рублей это хорошая порция, которой вы наедитесь. В чем, несомненный плюс этого супа, то, что здесь воды, пожалуй, меньше, чем начинки. Тут огромное количество вот этой яичной лапши, не так много курицы. Но все же, то есть это реально сытное блюдо. Которое, пожалуй, вот единственное из всего этого, стоит разумных денег. И прям вот можно потратиться. Подводим итоги. Я поставил оценки Мензо Кафе. Здесь у нас оценки Кафе. Здесь у нас место в общем рейтинге. Получила Мензо 811 баллов. За качество упаковки блюд я поставил 2 балла, как вы видите. Лишь за пиццу. За вот этот косяк с пиццей я поставил 2 балла. Несмотря на то, что реабилитировалась доставка в целом, да. Но 2 балла она получает, потому что, ну вот эта непродуманность, она не должна быть в такого уровня Кафе. Должно быть лучше. И вес блюд 2 балла тоже. У нас из всех блюд все нормально оказалось более-менее с роллом дракон и с супом. В остальном все у нас везде не до веса. Поэтому я ставлю 2 балла. Ну и адекватность цены к качеству. Как я и говорил на протяжении всего обзора, это дорого, но это качественно. Поэтому, если бы это было чуть менее вкусно, чуть менее качественно, или где-то какие-то продукты вызывали бы у меня сомнения, я бы, конечно, не поставил бы и 4, потому что это все-таки гораздо выше среднего цена. По доставкам я имею ввиду. Но все же, в целом, ощущение, что если я хочу поесть вкусно, я закажу в Мензе. Серьезно. Сейчас Менза попадает в мой белый список личный, да. Когда я захочу потратить деньги и поесть вкусно, я закажу или пойду схожу в Мензу. Мне в целом еда понравилась, она вкусная. Ну и, в принципе, все, что я хотел сказать. Я надеюсь, этот выпуск вам понравился. Не забывайте подписываться на Инстаграм, ставьте колокольчик, будет вам уведомление приходить о новых обзорах. Ну и все, пожалуй, на сегодня. Спасибо, что были со мной. Скоро много вкусных других обзоров. Обязательно пишите ваши предложения, что вы хотите видеть в этой рубрике. Ну и все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok